Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 апреля. Наши традиционные ответы на вопросы. Особенно много вопросов и споров вызвал видеоролик вот про этот, про лук, ракомболь. Тут пришло очень-очень много комментариев. Оказывается, у меня скорее всего не ракомболь, какой-то другой сорт. И очень многие зрительницы написали, что таких луков оказывается много. И вот о чем я говорила, кстати, сейчас прочитаем. Единственный комментарий мужской здесь от мужчины, и как всегда такой не очень приятный, негативный. Все женщины прекрасно настроены на весну, позитивно советуют. Там говорят, вы, наверное, ошиблись. Один мужчина написал, бредятина. Так, вот пишет Галина Иванова. Впервые слышу о таком растении, вот про ракомболь. Она не только про название, а вообще вот я его описала. Описание, что это такой лук, можно листья есть. Она говорит, что впервые слышу. А Лариса Иванова пишет, выращиваю несколько лет, очень люблю в салатах. Только в прошлом году попробовала приготовить в скороди вкуснотища, словами не передать. Но я думаю, любой, мы вот раньше, когда в тайгу ездили специально за этой, за черемшой, черемша тоже жареная, очень вкусная, не все об этом знают. С ней даже пирожки пекут. И мне кажется, любой вот этот вот лук такой с чесночным вкусом, его можно жарить. Но я вот написала ей, что пожарить-то я не пробовала. Впрочем, для жарки нужен большой объем, а я объедаю все на корню. И вот мечтаю о целой грядке такого лука, пишет Валентина Бабошина, использую в салате весной, когда нет зелени, съедобно, вкусно и красиво. Ирина Сорокина написала, это не ракомболь, он не образует цветочных стрелок, размножается только вегетативно, плохо переносит зимовку в холодном климате. Это, скорее всего, лук Суворова, тоже классный, красивый лук. Может быть, лук Суворова, там еще, дальше еще один лук определили в моем ракомболе. Я не буду пока точно его называть луком Суворова, потому что, возможно, там... А вот Андрей Сидоров написал, ну не знаю, может быть, это... Вот откуда получается вся путаница, слышала звон, бредятина полная. Это лук Суворова, разновидность анзуров. Кушать листья можно смело, приятнее молодые, пока не стали жесткими. А саму головку лучше не кушать. Вот я ему написала, что можно немного покорректнее выражаться. Многие поняли, что это не ракомболь, кстати, ну не надо же так именно бредятина. Вот мне дали это растение под таким названием, дала соседка. Я его не покупала нигде-то, не относила на экспертизу, чтобы установили точно принадлежность к тому или иному там семейству, разновидности. Но я его так называю, ничего страшного в этом нет. Вот как девочки поправляют, правильно, что это может быть не ракомболь, это лук Суворова, вот тут разновидность анзуров, как он писал. Может быть, вы и правы, но выражаться в таком тоне, это вообще ужас какой-то. Бредятина полная. Ну вообще, бредятина, я уже говорила, что бред это симптом психического расстройства, а тут мы просто обсуждаем растение. Даже как-то читать не очень приятно. Вот Ольга Лейкина пишет, здравствуйте, это не ракомболь, у меня тоже есть такое название, не знаю. Ракомболь не зимует, он другой. Ракомболь сажают с супчиками. Вот Ольга тоже не знает название, так что, скорее всего, это может быть и есть, вот этот лук Суворова. Но вы понимаете как, это вот дали луковицу, подарили, никто сильно не задумывается. Мне сказали ракомболь, я его зову ракомболь. Вот так и будет у меня, наверное, всю жизнь ракомболем, даже если мы сейчас определим, что это не ракомболь. Так, вот пишет Тамара Грищенко. Подскажите, ранее вы растили полопанные томаты, у них есть урожайность? Стоит ли заморачиваться, будет ли, если будет там, ну короче, один-два с куста. Вот пишет ей Марина Хаустова, специально режу пополам, когда мало семян. Еще и пасынки укореняются. Результат хороший, не сомневайтесь, главное уход. Я сегодня специально на эту тему буду выкладывать два видео. Нынче я еще не резала, как вы понимаете, еще срок, только апрель начался, еще такой вытянувшейся рассада нет. А в прошлом году у меня осталось после высадки в теплицу рассада, которую я резала, которую я укореняла, которую я потом высаживала. И вот сейчас эти видео я вам выложу, вы посмотрите, кто-то даже не представляет, как резать. Я все подробно расскажу, кого интересует этот вопрос. Люди выращивают, иногда режут даже специально, иногда есть такой метод, специально выращивают через жесткую пикировку. То есть рассада отрастает, они ее обрезают пополам, укореняют и получаются, ну не буду рассказывать весь этот метод, но что специально, если режут специально, а не вынужденно, когда вытягивается. Так что после резания такой же можно получить урожай. У меня ребенок недавно бросил игрушку в помидоры, сломал кустик, я сразу воткнула сломанную во влажную землю, растет дальше, корешки очень быстро пустил. Вот пишет Алина, Оля, это лук анзурский, вот пророкомболь. Семенами его можно размножать, но полноценные головки семян вырастут примерно за 5 лет. Делень хорошая, а головки свежие не употребляют, но их можно мариновать. Анзурский, ну это вот то же самое, как, наверное, вот тот мужчина писал, что лук суворова, а разновидность анзур. Елена Верткова пишет, три вида луков в этом году посадила, цвели очень красиво, у одного головка чуть не с кулак была. Они все могут быть съедобными, будем разбираться, не отравлюсь. Ну и, наверное, можно просто только попробовать чуть-чуть, вам, наверное, никто не скажет, какие из них. Есть же луки вообще декоративные, я не знаю, кушают их или нет, но вот этот очень вкусный, который у меня лже-карамболь. Так, Валентина Королева пишет, здравствуйте, Ольга, это не ракамболь, у него детки в земле вокруг головки садятся, как чеснок, это она имеет в виду ракамболь. Пишет Тоня Левина, здравствуйте, у меня томаты не пикированные, очень потянулись, можно ли обрезать, поставить в воду, дадут корни? Вот как раз, Тоня, я сейчас выкладываю видео про то, как обрезать, как корни эти появляются, вы все посмотрите? Да, конечно, можно. И вот уже ей много комментариев написали, что можно воткнуть, можно воткнуть во влажную землю, можно воткнуть в воду, обычно дают корни. Вот некоторые пишут, что у них загнивают или что-то, я не знаю, обычно томаты они корни дают очень хорошо, они не успевают загнивать, но можно воткнуть, поставить в чуть-чуть розовый раствор марганцовки, чтобы он был как немножко дезинфицирующим, чтобы он там не загнивала вода в этой банке. Вот пишет Елена Вертко, вот когда вот у сломанного томата появились пасынки, что, а если так формировать томаты сразу две стебля, между тем самым мы скорим наступление фазы формирования плодов. Кто-нибудь пробовал, но я точно не пробовал, сразу говорю. Вот Зинаида Яршова дала ссылку нам, разница между ракамболем и луком Суворова. Кого заинтересовало вот это, можете посмотреть, я почему-то по ссылке прошла, у меня не открылось, потом еще раз попробуем. Елена Молодцова пишет, Ольга, это луком Сувор, он относится к декоративным видам луков, но его можно употреблять в пищу зелень. Вот, не зимует, так как ракамболь не зимует в холодном климате, именно поэтому можно, я как думаю, люди отличают его. Он выращивается как яровой, и в садоводческом магазине один зубчик стоит 100 рублей. Но я цены не знаю, еще раз говорю, мне его подарили. С иноменами не размножаются они стерильно. У ракамболя, когда выкапываешь на донышке, есть бульбочки. Но у меня бульбочек точно нет на донышке. В ролике какое-то другое растение, типа лука Суворова. По таким маленьким поднять невозможно. Зелень можно кушать, а луковицы нет, лук Суворова. Наталья Петренко пишет, делаете ли вы из него салат, мы все зимы объедаемся, добавляем мелко порезанный любисток, зимний лучок, все это пощипать на огороде, заряд витаминов, просто бомба. Отдых от магазинных заморских овощей. Да, я в салат, конечно, его добавляю. Я делаю салат, его и там лук, если какой укроп. Мне на задне напишут, здравствуйте. Это очень похож на мой лук, называется Амзур. Покупала три больших луковицы в дачном магазине. Луковицы похожи на огромные зубочки чеснока. Так, и вот еще пишут, что это лук Суворова. Ну, теперь вот точно распознали моего ракомболя, значит, это лук Суворова. Если хотите размножить его, стрелку убирайте, будет несколько зубков. Ой, ну стрелку убирать мне жалко, там такой цветок красивый, я вам потом покажу. Пушистый, как такая синяя верба такая какая-то. Ракомболь это южный чеснок, ну, значит, у нас не ракомболь. Все равно он очень. А я борюсь с ним, никак не могу вывести, пишет Таня Королева. Сиреневая шишка цветонос. Да, да. Теперь буду знать, попробую, а то растет такой жирный, раскидистый, много места занимает. Да, он очень красивый, он такой жирный, вот эти листья такие вкусные, он раскидистый. И шишка вот эта сиреневая, это вообще такая красота. Я представляю, я всегда мечтаю, вот когда он размножится, будет много, вот так насажу целую грядку, он как зацветет, вот этот сиреневый туман. А я как эти листья нарежу целый таз и буду сидеть, любоваться и кушать этот лук суворова, как теперь. Ну, лук суворова, у меня даже язык что-то его не поворачивается называть. Так, еще анзур. Так, все завалено снегом. Да, у нас тоже погода плохая, очень-очень сыро, дождь еще, тоски нагнал, зарядил. Так, ну это похоже не ракомболь, пишет Александра. Да, я уже поняла, что это не ракомболь, но все равно. Пишут, это какая-то другая вкусняшка. Да, это вкусняшка еще какая. Так, пишет очередная Светлана Санина. Оля, а у вас точно ракомболь? Ракомболь это предчесночный лук, размножается головками. Ну, теперь уже определили, что это не ракомболь. Все, я про ракомболь пока не буду читать больше эти комментарии. Разоблачили моего лжи ракомболя. Оказалось, что это лук суворова, еще анзур какой-то под, как сказать, разновидность. Вот Татьяна Малетина дала хороший такой объемный комментарий, исчерпывающий информацию. Это ракомболь, ракомболь это чеснок, а это лук суворова. Укрепляет именитет, витамина С содержит больше, чем все луки. Полезен при лечении дыхательной системы, улучшает мозговую деятельность, память. Точно это он мне, наверное, все улучшил. Мозговую деятельность и память. Способствует восстановлению после инсульта. Применяется для очищения проблемной кожи, лечения ран, в том числе гнойных. Не бойтесь рвать его листья, оставьте 2-3 верхних и кушайте на здоровье. Спасибо Татьяне. Вот я, наверное, чувствовала, что он улучшает мозговую деятельность и память. Я ела, ела, ела его, и все у меня такое улучшилось. Запоминаю все на лету. Ну все, так. Так, так, так. Это вот все про него, Валентина Папина. Я его черемшой называла. Оказывается, такое красивое название ракомболь. Но вот всех людей теперь придется выпускать опровержение, что это не ракомболь. Ну ладно, для меня он теперь, наверное, всю жизнь так останется. Пишет вот, Александра, черемша это черемша, ракомболь это ракомболь. А у Ольги еще что-то, какая-то другая зеленушка. Но тут же пишет, что это луканзур. Ладно, будем. Мы его восточным называем. Так. Так, так, так. Вот пишут, опять спрашивают, ты живешь в городе, сколько у тебя суток земли, что ты так много сажаешь, делаешь все сама. У меня всего 6-7 соток. Там у нас, ну что-то же еще под постройками. И, ну, делаю сама, потому что все на работе. И никто не любит заниматься больше огородом. Ну, 6 соток это не такой большой участок, чтобы каких-то еще звать себе помощников. У меня такие помощники, что они больше растопчутся, сломают, чем помогут. Поэтому я сильно-то не это, не зазываю их. Вот пишет Татьяна Андресова, ну, извините, не поняла, как ударение, что какое расстояние от бруска до стебля. И лунка, смотрю, у вас лунка близко с бруском. Я, если честно, я же расстояние не меряю, ну, сантиметров, может быть, 10 от бруска. Я сильно большие расстояния не отступаю, потому что больше оставляю на дорожку. Потом я буду высаживать все, потом еще раз подробно расскажу. Ирина Белова пишет, вот про Алиэкспресс-то говорили, что Алиэкспресс полный лохотрон. Если стоит раз заказать, не остановишься, и товар не весь качественный. Так что не стоит того, лучше купить подороже, но качественно и надолго. Так что не пробуйте в Алиэкспресс заходить. Я вам не советую. Хорошо, не пойду на Алиэкспресс. Так вот, скажите, какие эти сорта для раннего урожая? Ну, это опять вот про перевалку, те, которые в это, в ведра. Я в прошлом году эти сорта все показывала в теплице. У меня был, это сорт королевский, вот это. Потом добавила нынче, это сорт подарочный. Потом тут же у меня толстый джек. И нынче я добавила, вот здесь вот, который в ведрах, еще сорт джина. Он вроде как считается ранний, он не совсем скороспелый, но он ранний. И у него такие средний вес плодов. Ни разу не пробовала выращивать в теплице. Это вообще сорт для выращивания в открытом грунте, хорошо ведет себя в открытом грунте. Но нынче попробовала выращивать в теплице, покажу. И еще, конечно, для раннего я использую демидов, использую, нынче будет клуша, использую Настеньку. Сейчас я когда буду высаживать, я все прям по сортам расскажу. Но я когда сеяла, я показывала, какие я сею для раннего, а какие просто. Для раннего урожая я никогда не сею индотерминатные, только или совсем низкорослые, или среднего. Вот Настенька будет она у меня, она так 70 сантиметров, но она метр, метр двадцать. Они и так, они же всегда немного более вытянутые, ну, более выше делаются в теплице. Так, когда вы высаживаете в грунт, вы одинаковые сорта воды на лунку сажаете, или можно разные? Ну, вот у меня очень часто спрашивают про это. Я высаживаю всегда одинаковые. Некоторые высаживают разные, и даже некоторые люди пишут, вот здесь в комментариях, что высаживают один индотерминатный в пару с одним таким вот, с низкорослым, с более коротким сроком вегетации. И когда вот этот вот низкий, который, он более рано поспеет и отплодоносит, его писала вот одна зрительница, она его вообще обстригает, убирает, а этот индент остается. Потому что пока индент дождешься, он же долго, он пока вот эту вот всю свою лиану сформирует, пока, особенно если крупноплодный, ясно, что не в июне, и даже, может быть, не в июле, еще и плодов не будет. И за это время вот этот маленький успевает отплодоносить, она его убирает. Так что люди делают по-всякому, по-всякому. Я хотела нынче вот одну или две лунки сделать так попробовать, но, может быть, попробую. Но сразу говорю, что пока что ни разу так не выращивала, чтобы высокий вместе с коротышкой в одну лунку, ну, как усадить. Не делала так. Вот про этот я в огороде работала, вспомнила про этот комментарий и пометила себе в памяти, что нужно обязательно ответить. Елена Степанова пишет, вот вы говорите, в капусте холод нужен, а в теплице жара. Сегодня 4 апреля, как быть? Смотрите, я вот рассказываю про себя, про мою ситуацию. У меня теплица рядом со мной, то есть я живу в частном доме, и у меня теплица здесь. И так как я не работаю, я целый день, ну, копаюсь тут и с рассадой в огороде, все. Когда у нас устанавливается жаркая погода, то утром я выхожу. Если смотрю, что жара, я даже вот эту теплицу, в которой у меня придомовая, я открываю форточку для проветривания, потому что жара за 30 градусов, это тоже очень тяжело. И вот эти теплицы холодные, как я их называю, в котором у меня сейчас редиска, в котором у меня сейчас капуста уже взошла, я двери на целый день открываю, и они у меня растут как бы в уличных условиях. Там уже эта жара не скапливается, но даже если я, например, двери не открою, вот именно вот этот, как сказать, ночная, ночь уже все равно там будет прохладно, там даже если жарко. Но опять же жара, если не открывать двери, там даже может сгореть все. Я вот зашла в одну теплицу, которая не пользовалась, там сорняки, которые выросли, они все сгорели на солнце. Там была такая жара, что они как в духовке там сгорели. Ясно, что если вы туда посеете, то нужен какой-то все равно пригляд за теплицей. Вы понимаете, что там может быть такая температура, что она взойдет и она вся сварится. Я вот так, я открываю дверь на день, на ночь закрываю, и получается, что как будто бы она как в уличных условиях, что там у нас сейчас даже если когда солнце, то если при открытии двери теплиться, там сильно жары не будет, а ночью вообще прохладно, и поэтому она вот в таких условиях, что... И очень важно ей понижение ночной температуры, потому что дома у нас и днем тепло, и ночью тепло, и вот эта постоянно теплая температура, рассада у многих вытягивается. Но есть люди, которые как-то умудряются и в домашних условиях вырастить рассаду капусты. Я сразу скажу, у меня дома никогда не получается, потому что дома вот это жарище, духотище, особенно если у кого дети маленькие, и вот в частных домах я знаю, что топят усиленно, когда маленький ребенок, для капусты это вообще неприемлемые условия, она вытянется вся. Так вот, вот про это опять, про прямой посев томатов в грунт. Юлия спрашивает, никак не пойму, как потом быть лопаткой из грунта и на грядку, или на временное место? То есть не печались о корнях. Вот смотрите, вы посеяли прямым посевом томатов в грунт. Если вы посадите редко, рассадите семена вот на расстоянии на таком большом, они могут там остаться, их не надо будет даже на временное место, они могут там вырасти до такого состояния, что вы их потом раз в открытый грунт сразу на постоянное место высадите. Все. А если вы посеете густо, вот я иногда сею загущено, для чего? Для того, чтобы потом взять вот эту вот рассаду, которая выращена в уличных условиях, и еще распикировать пореже полоточком, и здесь же оставить, тут же в теплице. То есть мне сейчас придет время, например, высаживать сюда, если вот эти ранние томаты, если бы мне нужно было это место, я бы вот эту рассаду, которая с одним или с двумя листиками настоящими подросла, я бы ее изъяла из этого грунта, рассадила по лоткам, уже распикировала бы на большом расстоянии, и здесь же где-нибудь оставила бы в проходах. Возможно, такой вариант. Если теплицу долго не используете, то она вырастет до самого конца, и для открытого грунта, и для теплицы можете потом здесь же в теплице вот эту вот рассаду рассадить сразу. Я же не знаю, для чего вы, для каких целей будете выращивать, для теплицы или для открытого грунта. Она вырастает хоть как, но не печались о корнях, это как, ну вы же из лотков пикируете, все равно так, и это отсюда же из грунта ничем не отличается. Выращивание вот здесь, от выращивания в лотках. Также можете провести пикировку, можете распикировать прямо здесь же, приготовить другую. Вот это у вас будет как школка, загущенный посев, а потом отсюда сделаете большую площадь грядочки, и распикируете отсюда на другую, на соседнюю, но в теплице же. Вариантов в море, я не знаю, для чего вы будете выращивать, так что и так, и так можно, хоть что с ними можно сделать. Вот пишет Яна Филиппова, когда в теплицу будете высаживать. Я вот в том году высаживала 24-28 апреля, и у меня нынче спрашивают, что вот я пересаживала в бедра, зачем пересаживаете в бедра, почему не в теплицу. Вот сейчас у нас, да, вот был период неделю тепло, но потом я посмотрела прогноз, будет и минус 2, и минус 1, и даже минус 3-4, по-моему, и когда она растет вот в этом бедре, или в этом стакане, например, в большом объеме, у нее хотя бы в тепле корни. Если бы я высадила вот так рано, например, в начале апреля, но сразу скажу, у нас мало кто высаживает в начале апреля, во-первых, там грунт, тут она корни в тепле, и корневая система у нее развивается, хорошо будет развиваться. Там, если высажу в холодный грунт, сейчас грунт у нас еще прохладный, замедлится развитие корневой системы, и она будет все равно стоять в одной паре, она будет стоять до тех пор, пока грунт не прогреется до такого состояния, что ей будет благоприятно, она начнет расти. И, во-первых, а во-вторых, если я сначала апреля начну обогревать всю эту теплицу, это еще апрель греть, мае греть, два месяца обогрева, то это рассада, вот это вот томаты будут золотые, ну, короче, не рассчитаешься за электроэнергию, мы же, у нас все завязано на электроэнергии. Я бы высадила, конечно, в теплицу, но ночи холодные, вот сегодня 2 градуса, завтра минус 1 будет, и рассада при такой температуре в теплице, она без подогрева очень сложно ее сохранить, а подогрев включать так рано я не хочу, потому что это будет овчинка выделки, не стоит. Называется золотые помидоры. Вот про ведра, где покупали. Я покупала в отделе, где продаются всякие там и большие ведра, и маленькие. Вот тут говорят, что где-то можно в каких-то рыбных отделах дешево купить. Я даже не знаю, мне надо тоже посмотреть, я бы еще купила таких ведер. Очень удобно для выращивания, вот в таком, помните, я в прошлом году показывала острые перцы выращивала, потому что вот этот огород на балконе у меня был, то есть томатики в ведерках, все эти перцы. Я люблю вот в такие ведерки, мне бы, надо тоже по магазинам походить, может быть, где-то найду. Ирина Литовченко спрашивает, можно высадить томаты, они маленькие, сантиметров 5-8, в теплицу под пленку поликарбонат в средине апреля, уже садить некуда. Но в средине апреля, если я высаживаю в тоннели под пленку, то, конечно, наверное, в поликарбонат под пленку можно, потому что вот я буду сейчас в тоннели высаживать в средине апреля, но я буду под двойную пленку, буду рассказывать, как высаживаю. В теплице, конечно, еще теплее, чем в тоннелях. Так, все, я сейчас буду закругляться, потому что время много. Но тут неблагоприятные дни в апреле при работе с рассадой. Сразу говорю, четвертое, пятое, шестое, вот сегодня полнолуние, поэтому я сижу около компьютера, ничего не делаю, сегодня не сажу, но землю, правда, копала, делала разметку в теплице. Но полнолуние не буду садить и высаживать. Вот пишет Наталья Лысенко, буду ждать про чеснок-ракомболь в видео, но уже дождались, оказалось, что это не ракомболь. Вот смотрите, последнее сейчас отвечу, все вот про это спрашивают. А, вот Александр Окладников, почему в теплицу не высаживаете? Сегодня высадила 16 штук абакан хакаси. Я вот уже ответила, что не высаживаю, потому что обогревать неохота 2 месяца, это же дорого гонять электроэнергию, не знаю, кому как. Но мы за светом следим, потому что можно всю жизнь работать только на одну оплату электроэнергии, если теплицы все подтапливать. Так, вот Лара спрашивает, Ольга, с низкорослых же помидор небольшой урожай или как? Или вы много их садите? Вот опять про низкорослые и про выращивание в теплице. Я уже говорила несколько раз, не буду говорить сто раз, но несколько раз говорила точно, что некоторые выращивают только высокорослые, потому что они урожайные, потому что длительное плодоношение у них, но их же долго ждать. И некоторым, например, вот я принадлежу к этим числу, некоторым не важно, больше урожай или меньше даст этот томат, а важно ранний урожай. Вот всем же хочется в июне уже, ну в начале июля, чтобы делать салаты. Мы так соскучились по всей этой вот свежей продукции, ароматной, вкусной все. И я, например, занимаю половину теплицы, которую первую высаживаю, под эти низкорослые. И мне не важно, что они дадут меньше. Я даже вот нынче говорю, что буду их обрезать по 2-3 кисти, оставлять для получения супер раннего урожая. Так они сконцентрируются на этих двух кистях, и они созреют быстрее. Раз уж я сама специально уменьшаю их урожай, значит мне не важно, сколько они дадут. Главное, чтобы они дали раннюю продукцию. И поэтому я вот всегда говорила, ну это я всю зиму про это говорила, перед тем, как вы выбираете сорта, вы решите, что вам важно, важнее. Или получить много помидор, но они будут позже. Это, конечно, инденты. Или получить чуть меньше урожая, но они будут рано, и они не закончат свое плодоношение до фитофторы, до всех этих заболеваний. Или вы сделаете, как я, комбинированно. Я половину высаживаю высокорослых, половину вот таких индотерминатных, и даже вот этих коротышек штамповых, что они пораньше, чтобы был полностью конвейер. Я начинаю, все у меня сначала ранние, потом уже средние, потом поздние, и так до самого, до заморозка. Поэтому это же, как вы спрашиваете, с низкорослых небольшой же урожай, да? Так а зато с каких мы получаем самый первый урожай? Именно с низкорослых. Поэтому тут, знаете, вот это такая сторона, две медали стороны. Да, урожай поменьше, но они пораньше. А высокорослые, да, урожай побольше, но их пока дождешься, то состаришься. Все, до свидания, стариться не будем. Хотя у меня сегодня не очень такой день. Друзья уходят из жизни, наши ровесники. Вот поеду завтра на похороны своей подруги. Уже уходят и наши ровесники, и те, кто моложе нас. Так оглядываешься, половины уже нет. Поэтому еще раз напоминаю, что томаты, это вот наши антиоксиданты, или как они называются, употребление томатов предохраняет нас от развития раковых вот этих заболеваний. Это сейчас очень актуально. Уже у нас, не знаю, как в других регионах, очень много знакомых наших вот похорон с онкологией связанных. Ешьте больше томатов, ешьте больше выращенных на своем огороде овощей. Мод с этих, с магазинных продуктов, вот с этого питания, со всеми с этими, с различными добавками, с концентратами, ой, с консервантами, мы губим свое здоровье. Давайте сделаем так, вырастим нынче много-много урожая, чтобы нам нашего урожая хватило до самой весны, чтобы мы были все здоровые, чтобы еще много лет встречались друг с другом, и реже ездить на похороны своих друзей. До свидания.